всем привет и сегодня это видео будет разговорным по случаю того что с youtube с нашего дорогого ютуба ушел такой блогер как жорик ривазов и до недавнего времени он поменял название канала и назвалась джордж вики хау его видео там это были тазы не тазы значит бмв иномарки что угодно у него было у него была такая особенная смысловая подача у него была особая харизма которую хотелось смотреть и все мы наверное помним видео с давидычем когда там он своих спятой типа построил полностью и решил показать как бы сделать такой ролик финну показать его как 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 хороша его машина приглашу приятного человека и вот жорик ривазов обидно было то что когда жорик ривазов исчез на время то есть ну это в жизни каждого человека бывает он просто берет и ну у него период такой вот но не может он выдавать тот контент который хотят видеть зрители и когда жорик ривазов исчез многие блогеры например лиса рулит и там по моему нет антон воротников не записывал такое видео вообще многие автоблогеры автообзорщики записывали видео где сказали что случилось с каналом джордж вики хау реки жорик ривазов и все подобное знаете обидно было такое смотреть потому что это в неком смысле хайп то есть я сейчас может тоже вы подумайте что хайпом занимаюсь типа я снял ролик где в названии будет упомянут жорик ривазов соответственно я хайплю на его канале на его имени на человека который недавно ушел но нет я записываю это видео просто потому что хочу высказать свои мысли хочу чтобы кто-то посмотрел видео жарика ривазово где он прощается она кстати вышла вчера и увидел допустимое видео где я говорю и говорю разговариваю и говорю приятное позитивное оптимистические слова а не то что просто говорю но чё чувак чувак прогорел просто чё он дальше не смог снимать это все понятно понимаете я этого не не делаю где-то в 2015 году тогда помню это было вот обзоры на ладу приору там вот эти анти-тест-драйвы конечно же я видел ролик где он пародировал антона воротникова это был была очень хорошая пародия в общем это все было видеть очень приятно смешно это смотрелось и ты понимал что вот есть давидыч есть жорик ривазов есть там антон воротников и все как бы то есть ты довольствуешься тем что есть жорик ривазов занимал ну наверное если не второе то ну какой-нибудь третье место потому что в основном я смотрю американских блогеров это и дагде мура и многие остальные карвоу там есть тоже могу ссылку закрепить в описании так вот жорик ривазов когда он купил м-ку и м5 и 60 он сделал ранний доступ к машине то есть просмотру автомобиля ранний доступ к просмотру видео с этим автомобилем многим это не понравилось и есть в интернете видео слитое где написано антидез драйв бмв м5 е60 жора прости как бы кое-кто написал только из-за того что ты украл у него видео я просто типа ставлю тебе дизлайк всем еще раз привет и в такой домашней атмосфере я решил еще поговорить немного про жорика ривазово значит что хочется еще сказать начал он с тазов и сюда я вставлю с каких-то зафон начал он говорил про тазы про вас про приору про гранту про ее тюнинг тюнинговал матис ставил на него двадцатые восаны жорик ривазов начинал именно с вот таких тазов ну или других тазов чуть-чуть других тазов так как этот выпуск направлен на то что я говорил про жорика ривазово и вообще ну мы вспомнили все крутые моменты с ним я решил просто сегодня поездить своим братом назов началось тазов все и продолжится и закончится и все подобное потому что это самый доступный автомобиль для молодежи все мы когда-то начинали ездить именно на вот таких автомобилях ну что ж ребята никто не забудет и всегда жорик будет ассоциироваться с м5 е60 почему потому что это был его первый глобальный проект машина которая была распилена жопа была другой машины там еще что-то было другой машины . в котором вложил очень много денег и настоящие 20 восаны которые он купил и собирал на них деньги именно сделал такой прямой фирм и ему донаты короче кидали он просил всех своих подписчиков чтобы они кидали ему донаты чтобы он смог купить настоящие 20 восаны потом он эту машину продал захейтил многие может это не понравится то что он захейтил м5 е60 но в принципе может быть он сказал правду но есть другой видеоблогер я ссылку оставлю в описании он сказал что м5 е60 эта машина которая была быстрая когда она вышла но никогда прошло там сколько 15 лет и вы хотите от нее результатов у нее у этой машины есть именно характер есть харизма какая-то не то что другие машины которые просто нажал на газ и ты поехал быстро как вы уже наверное без меня знаете в м5 е60 есть такой hard режим когда коробка переключает уже с ударами то есть и вот это именно те ощущения которые дарила за машину ну жерик наверное раньше-то типа не знал что она такая как бы он поездил на ней и просто понял типа чё это за тачка и потом сказал типа что нет все это что-то уже типа не то что типа вот я поездил на ней сначала я был готов убить за нее теперь его готов убить саму ее чтобы не видеть ее вот так что в принципе можно сказать что как бы ушел человек который в своем стиле обозревал автомобили но такие люди как лиса рулит алан енилеев антон воротников и все остальные они просто снимают и снимают то есть их обзоры они держатся на таком среднем уровне они не скачут ни вверх ни вниз то есть они снимают и говорят про автомобили так как говорили еще десять лет назад и ничего по сути не меняется меня столько автомобилей их кошелек и одежда все больше ничего не меняется но жарик это человек который он сказал я не автомобилист он пережил какой-то период когда снимал когда хотел когда горел каким-то делом а потом просто ушел принципе давайте проводим его со слов с этими с добрыми словами с позитивом браво и пускай этот человек найдет себя в другом деле и будет успешен